Всем привет! Сегодня я вам покажу пример тренировки, которую вы можете проводить каждый день. Начинаем с боевой позиции. Прямой левой, прямой правой. Сначала начинаем в таком медленном темпе, пока еще не разогрелись. Четко вырисовываем все движения. Наносим удар по прямой линии в одну точку, левой, правой. В момент атаки левой защищаем подбородок правой рукой, раскрытой ладонью. Атакуем правой рукой, левой рукой, раскрытой ладонью. То есть здесь, соответственно, перчатка будет тоже раскрыта. Можно и так держать руку, но я привык держать так, перекрывая нос и подбородок в таком положении. Так как 30 здесь находится в большем тонусе, здесь вы можете остановить руку противника. То же самое здесь. Естественно, вот эта защита, она встречного прямого от удара и от удара снизу. От бокового удара, естественно, надо будет защищаться так. Но если вы бьете по прямой линии, скорее пойдет встречный прямой левой. Если вы увидите даже из этого положения боковой, вы можете руку переместить отсюда сюда. То есть это движение вы можете успеть сделать. А вот от прямого уже не успеете. Поэтому удары наносите. Лучше перекрываться так, от встречного удара. А потом, если что, может быть и сюда руку передвинуть. В последний момент, если вы увидите боковой удар, уже рука пойдет сюда. И начинаем на переносе вес тела. Прямой левый, прямой правый. Сустав выводим плеча вперед. Локоть напрягаем, кулак сжимаем. Сначала на переносе, потом на шаге. Выпад вперед, также в корпус. Корпус левый, корпус правый. Голова смещается с линии атаки. В одну сторону, в другую сторону, чтобы не попасть под встречный удар. То есть не атакуем, чтобы голова была по центру. А смещаем голову с линии атаки. Так, бьем левую руку, голова уходит сюда, в эту сторону. То есть немного подмышку, под переднюю руку противнику. Короткий шаг вперед, шаг буквально на длину стопы. Если бьете левой, стопа поворачивается в такое положение, чтобы таз вышел под пятку, тогда опор будет плотный. Потому что многие атакуют вот в таком положении. Таз недорабатывает, и силы удара недостаточны. Плюс у вас идет перегиб, идет опасное движение головой. И удара жесткого не получится, плюс опасное движение головой. В таком положении таз выходит как раз под пятку, и голова смещается с линии атаки. То есть не так, а так. Вот движение. То есть тазом в таз падаете, тазом падаете в пятку. Вот это положение. А вот когда бьете правой, стопа может развернуться носком вперед, чтобы бедро развернулось. И таз чуть-чуть сверху, то есть чуть-чуть в бок уходит. То есть не в таком положении, чтобы нога была нерабочая, а немножко вот так перекосившись, то есть таз уходит в сторону. Вот такое положение. То есть не так стоим, а немножко вот в такое положение. Идет падение в ногу. И чередуем. Голова, голова, живот, живот. Перемещение. Такая работа. Это подводящая работа. Потом начинаем работать двойки. Левый, левый, правый, двоечка. Шаг левый. Вес тела доводим максимально на левую ногу, когда дорабатываем правой. Один удар с другим максимально быстро. То есть не отдельно. Раз, два. А пошла рука. Сразу вторая. Постараться. Вот еще рука не разогнул. Сразу бросаем вторую. Уклон. Нырок. Уклон, шаг назад. Уклон, смещение в сторону. Нырок, смещение в сторону. Одиночный удар. Левый, правый. Таким образом нарабатывается все движения досконально. Четко. Доведение центра тяжести. Сжатие кулака. Расслабление всех мышц после атаки. То есть вот это вы должны делать на каждой тренировке. Центруйте внимание больше на технику бокса. На отработку, на расслабление, на взрыв, на скорость. То есть вот такая работа. Дальше продолжаем. Поработали передней рукой. Сдвойный удар. То есть два коротких шага. Левый, левый. Так же атакуете. Обязательно защита. Правой рукой. Короткий разгиб левой руки. То есть не разгоняемый от плеча. Не делаем такого длинного движения. И движение корпусом. Вот этого. Бьете повторный удар. У вас движение идет только вперед. То есть без вот этого движения назад. Без волны. Идете вперед. Максимально быстро. Если вы ниже ростом противника, тогда лучше это делать под рукой. Два удара. Чтобы потом пробить следующий удар через руку. И под рукой снизу апперкот. Вот кстати по апперкотам. Многие говорят, что апперкот это вот такой вот удар снизу, когда руку опускают. Можно и ударить так, но вот в момент опускания можно и пропустить удар самому. Поэтому если вы серию комбинацию пробиваете, к последнему дару всегда идет ускорение. То есть идет максимально быстрый удар, самый последний. Вы бьете. Ускорение. Поэтому бьете три удара. Лево-лево. И последний удар прям по прямой линии за вторым идет. То же самое через руку. То есть без всяких отводов, без всяких опусканий. Если чуть-чуть задержите последний удар, можете пропустить встречный. Или просто не успеете пробить его. Поэтому я к этому очень сильно внимание отношу. Именно чтобы рука шла по прямой линии подбородкой без отвода. И максимально быстро. Здесь надо еще научиться плечи трапеции расслаблять. Чтобы рука летела максимально быстро. И акцент в конце будет у нас в жесткой опоре в ногу. В жестком локте. Сустав выведения вперед. Здесь напрягается тоже. Локоть, кулак, плечо. Вот 20 секунд. Напряжение. Фиксация. Самый последний момент. В момент соприкосновения с целью кулака. Вот это есть фиксация. Есть жесткость в ударе. Если просто вот так вот бросили. Рука расслабленная до конца. Кулак не сжат. Удар жесткого не будет. Поэтому вот все эти моменты на бой с целью акцентируйте. Вы бьете прямой удар. Локоть сжат. Локоть напряжен. Расслабление. Напряжение и расслабление. Максимально быстро. В корпус пробили правый. Левый в корпус. Правый на голову перевели. Правый снизу навели. Боковой в голову. Вот это работа. И передняя рука у вас постоянно работает. Как выведение противника из равновесия. Постоянно дергаете передней рукой. Имитируете атаку. В одно место пробиваете в другое. Показали прямой уклон снизу. Пробили вниз. Пробили вверх. То есть первое движение ложное. Если оно, оно будет максимально быстрое. Для того, чтобы перевести на второе. Чуть на первом движении задержались. Второе движение уже не успеваете делать. Поэтому обязательно первое движение должно быть короткое, быстрое. Но если делать ложное движение, голова всегда уходит с линии удара. Или сюда, или сюда. Чтобы не попасть под встречный. Так как вы не наносите удар, а просто его показываете. Либо надо делать движение ложное с той дистанцией, на которую противник вас еще не достает. Если вы входите в зону атаки с ложным движением и не бьете его, то сами можете уже пропустить. Естественно, вы связываете одну комбинацию с другой комбинацией. И у вас получается такой произвольный бой. Как бы бой с тенью. Но вы делаете отработку всех комбинаций. А одну комбинацию с другой, но делаете это в виде боя. То есть вы представляете перед собой противника. Вы уводите из равновесия. Там высокий противник. Соответственно, вы чаще работаете под руку через уклон. Стараетесь держаться не на его дистанции, а чуть дальше. Чтобы войти на эту дистанцию с ложным движением или шагом. Не попадая под его ударом. Передней рукой раскачиваете противника, заставляете его пойти на себя. Для того, чтобы сделать уклон, вход в зону атаки. То есть провоцируете. Вот он пошел, вы сделали шагом вперед уклон. То есть он пошел на вас, вы на него. Сокращаете дистанцию с небольшим шагом. В зону атаки входите. То есть под руку. Примерно голова должна быть здесь, либо здесь. Когда вы входите в зону атаки, чтобы уже на этом месте пробить контратаку. Вход. И здесь контратака. Вход. Контратака. И обязательно либо смещение с линии удара. Либо уже вошли, пробили, вошли еще плотнее к противнику. На который длинному, высокому противнику будет неудобно провести по вам атаку. Потому что руки гораздо длиннее, чем у вас. А вам в этой дистанции, на дистанции длина плеча или предплечья, вам будет гораздо удобнее пробить свою комбинацию и сместиться за противника. Либо еще раз плотнее встать к нему. Это если высокий противник. Если противник ниже ростом, соответственно, работа у вас должна быть больше стоя боком. Когда вы держите на передней руке, больше протягивая на себя, заставляя противника тянуться к вам. И заставляя его пойти на себя. Если, естественно, он уйдет от вас, вы идете коротким шагом за ним. Здесь идет передвижение такое, чтобы вы не подставляли голову, а именно шли вперед, сидя больше на сзади стоящей ноге. Носок сзади стоящей ноги. Он направлен больше вперед, а не в сторону, чтобы толчок шел через мысок. Вот такое положение. И коротенькие шаги. Как бы шаг вперед, два шага вперед, шаг назад. Вот такая работа. Как бы чувствуете именно движение противника для того, чтобы вытянуть на себя. Чтобы провалить. Чуть-чуть оттяжка боковой. Оттяжка снизу. Оттяжка лево-лево. Правый достали, опять лево впереди. То есть такая работа, которая позволяет противника держать на дистанции передней рукой. И вот заставляете его войти в зону, чтобы либо встретить нас навстречу на отходе. Учи в сторону, сай-степ сделать. Уши в сторону, пробили контратаку. То есть передняя рука у вас, она как бы атакующая, в то же время она еще провоцирующая. То есть вы раздражаете рукой постоянно противника, мешаете ему вовремя начать атаку. Чтобы ему было неудобно. Если у вас руки здесь, а вы высокий, противник вам подойдет гораздо плотнее, чем вы бы хотели. Поэтому рука должна быть здесь. То есть вы должны мешать ей нанести атаку противнику. Первая часть тренировки должна быть достаточно легкой, условно. Техника, скорость. В конце уже переходите на силу. Можно и подтягиваться, отжиматься, силовую делать работу. В данном случае у нас резина, которая нам помогает нарабатывать скорость удара. Взрыв удара. И сегодня покажу вам небольшую работу с этой резиной. Отходите на расстояние, комфортное для вас. Чтобы вы чувствовали и нагрузку. В то же время, чтобы резина вас не тянула максимально так, чтобы вы не смогли выпрямить руку. То есть начинается все с более-менее простого. То есть фронтальные позиции, плечи расслаблены, загруппировались. Начинается с прямых ударов. Прямой левый, прямой правый. Задача начинать движение именно с толчка ноги. То есть движение идет в толчок ноги, сразу выпрямление руки. Фиксация. То есть не просто тянем вот так резину, а стараемся именно выключить сустав локтевой. Жать кулак. Именно зафиксировать, чтобы мышцы полностью отработали, связки полностью отработали. Чтобы вы почувствовали опору в ногу. Так же удары снизу. Сбоку. Боковой удар наносим так, чтобы кулак проходил цель насквозь. То есть вот такое положение. Снизу тоже. Можно бить так. Можно бить так. То есть подкручивая между рук противника удар. Так пойдет удар по прямой линии без разворота кулака. Так с подкручиванием локоть идет внутрь. То есть между рук противника удар. Так удар сбоку. Так. Чередуем. Где-то работаете. Допустим, раунд отрабатываете. Вот такая работа. Расслабляйтесь. Минуту-полторы отдыхаете. Следующая работа уже с боевой позиции. Можно полраунда в одной стойке, полраунда в другой стойке. Начинайте с одиночных ударов. Корпус. Голову. С выпадом вперед. Постараться толчок, руку и ногу вести одновременно. То есть вы толкаетесь, рука с ногой идет одновременно. Стараемся не делить шаг-удар или перенос вес тела, потом шаг с ударом. Постараться, что и дает, собственно, вот этот тренажер, наработать движение одновременно. Толчок, нога, удар. Так. 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 Самое сложное, кстати, на начальном уровне, это пробивать правый прямой с шагом левый. Потому что очень многие делают шаг, потом удар. Вот такая работа. Делят движение. Постараться именно толчок, шаг ногой и удар объединить в одно целое. То есть толчок и нога, рука одновременно. Так. 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 Здесь очень важно научиться расслаблять мышцы, плеч, трапеции, трапециевидные мышцы. Потому что если мышцы скованы, вам будет тяжело это движение сделать быстро. Поэтому учитесь сразу расслаблять, можно механически. Подбрасывая плечи. Так. Так. Подбросили. Так. В бою, кстати, очень часто помогает. Ну, я по себе просто знаю, что когда скованный, первый раунд особенно, именно вот этот подбрасывающий плеч, расслабление, то есть, как бы, контролируйте напряжение мышц. Потому что вначале все выходят скованные. И поэтому мышцы нужно расслаблять через механическое действие. Так проще. Ну, по крайней мере, мне было проще. Не знаю, может быть, у вас какие другие способы свои. Подбросили, расслабили. Левый, правый. Корпус. Корпус. Корпус пробили. Правой ногу привели. То же самое правый корпус. Боковой. Здесь прочувствуйте именно опору. Падение в левую ногу. И с подшагом в правую. Жесткая опора в ногу. Здесь, здесь. жестко то есть вот так координация плюс мышц стабилизатора здесь включается вы должны научиться твердо держать баланс при каждом движении то есть вы можете прям пофиксировать во время каждого удара положение чтобы мышц у вас запоминали мозг запоминал движение вы могли его сделать без задумывания чтобы вас не был раскачиваемый момент удар вас никуда не валило чтоб четко был баланс на ногах чтобы чувствую ноги чувствую свое тело положение группировки вас постоянно сохранялось чтобы не было вот этого гуляния таза влево вправо то вперед назад не уходил а всегда был подкручен и был над ногами также голова плечи то есть вот такое положение чтобы вот этого движения у вас не было в бою она очень сильно мешает вы теряете сразу баланс теряете ноги перестали переставить их чувствовать у вас от ног движение идет к тазу и верхней части как одно целое то есть не старайтесь поймать что-то отдельно старайтесь здесь движение делать именно все вместе и ноги и таз а руки у вас как патроны должны лететь расслаблено взрыв расслабленные руки поработали корпус голова голова корпус через уклон работа сдвоенные удары через уклон защитные действия сразу таким образом вы себе нарабатываете технику плюс нарабатываете скорость силовой выносливость и вот эти действия от тренировки тренировки вы усложняете начинаете с простого более сложной комбинации потом можно перейти после резины на работу с гантелями небольшие гантельки килограмм полтора нет здесь конечно можете варьировать там и до трех килограмм дайте все зависит от того какую цель вы себе поставили то есть нарабатывать длинные комбинации с большими гантелями смысл тоже нет потому что начинают руки опускаться техника ломается коломается техника и падает скорость упражнение получается уже в минус то есть она уже идет на регресс поэтому пока вы наращивать скорость пока техники не ломается вы делаете упражнение как только начинает какие-то искажения появляются опускание рук рука не идет в нужном направлении все вес нужно убирать или уменьшать и работа без веса вот собственно такая работа на улице может проводиться ежедневно что вам поможет наработать технику